Поехал я, короче, в Питер водки попить, ну, что нальют, короче, к Вовке Сулоякову. Вот Пермский край я покинул, заехал в Кировскую область. Вот такая погода, это Вологодская область, короче, на подъезде к Череповцу. Вчера в такой же пиздец попал, и сейчас тоже, так что не знаю, что сейчас делать. Все мотели закрыты, короче, температура воздуха 2 градуса тепла, плюс дождина вот эта пиздецовая. То есть холодный-холодный, и он потихоньку проникает и проникает в тебя. Вот до Петербурга еще 520 километров, я, блядь, наверное, не доеду. Это пиздец какой-то вообще. Приезжал в Перми, такое было, погода такая благоприятная, тепло, сухо. Даже в куртке было жарко ехать, и руки, ну, я думал, перчатки одеть без пальцев, как бы, да, чтобы ехать не жарко было. А сейчас бы зимние еще одел, но я не взял их в Ассара. Вот такая херня. Ни теплых смоток не взял, ничего. Ну, так вот, пару термобелья есть на мне там, все, смотки какие есть там, футболки, термобелье, какие-то кофты. Дождевик сверху все одел, но оно нихуя не помогает, в принципе. Ну, так чуть-чуть. Вот сейчас еще немножко проеду, сколько-то. А потом надо искать где-то тусоваться, отдыхать. Не знаю, прям, что делать, блядь. Вот вчера в Вологде нашел, там с мужиком познакомился, как бы, да? Он меня пустил к себе там, ну, там, типа, запчасти для фур продают, как бы. И там у него есть пару номеров, как бы, чтобы спали дальнобойщики. В общем, он опустил меня. Я там в сутки тусовался, там, смотки сушил, догрелся, да что, в душ там сидел по целому часу. А сейчас надо в Череповце было что-то искать тоже. Отели все закрыты, отели закрыты. Закрыто все. Никуда не пускают, короче. Но заправки не пускают погреться, короче, из-за этого епучего коронавируса. Ну, то есть, полный пиздец, короче. И выхода нет никакого, я вот не вижу, блядь. Ну, кроме как, где-то искать тусовку и ночлег, короче. Или квартиру где-то снимать искать. Ну, сейчас, привет, вчера, поищу. А что делать-то? Вот, заезжаем в Ленинградскую область. До Питера осталось километров 300. Ну, чего это мне стоило, эта поездка? Это трэш просто. Ну, пока еще не доехали. Пока еще не доехали. То, что вот сейчас светит солнце, это не смотрите внимания, не обращайте. Температура воздуха за бортом в открытом космосе плюс 2 градуса. Плюс ветер северный как бы, да. Поэтому то, что светит солнышко, это не должно вас обманывать. Как тепло и как бы гламурно, да. Нет, нифига. Вот, до Петербурга осталось километров 200. Это отворот на Тихвин вроде там. Самолет куда-то стоит. Пиздец, фура перевернутая. Трэш, блядь. Хоть и загорелась. До Питера осталось где-то 100 километров. Это река Волхов. Вот. Тоже такая немаленькая. Температура за бортом градуса 4, может быть, тепла. То есть холодина все равно. Вон написано, дорога жизни постаменно стоит. Блядь, здесь в блокаду возили продукты, да че. И там этот цвет, полуторка, по-моему, машина. До Питера осталось там километров 70, наверное, 60. Немножко. Вот Нева река. Приближаемся к конечной точке нашего марсрута, к городу Санкт-Петербургу. Вот река Нева. Там уже Вовка меня ждет. Ну, как бы, послал мне координаты. Я забил навигатор, где он стоит. И вот тут осталось ехать там 38 километров до него. Так что вот. Скоро доедем. Первый раз вижу такие двухэтажные поезда. Вот увидел. Надо как-то куда-нибудь съездить на таком паровозе. Наверное, прикольно. Вот такая красивая церковушка тут. Но это не Кижи, я-то не знаю, что такое. Похоже, что в Кижах, но в Кижах это где-то, по-моему, не там. Это вот в Питере самом. Ну, как бы, на окраине Питера. Потом надо узнать, что это как-то звание. Вот Вовкин дом. Вовкишу Лаякова. Дорога была пиздец, потом расскажу. Это был просто пиздец. Не в сказке сказать, не в пером писать.